Да не спорь, ибо все одинаково верят в свои заблуждения. Советов, подобных этому, великое множество опубликовал Саша Чёрный. Лирик и сатирик. Поэт серебряного века, в котором серебра было не так много, как звенящие меди. Уморительно насмешливый или горький от великого сожаления. Как писал о нём Александр Куприн, сатира его была нацелена на оподление современной жизни. В столичном театре школа драматического искусства. Премьера спектакля с текстами Саши Чёрного и музыкой Дмитрия Шостаковича. В 1960 году стихи полузабытого поэта-эмигранта вдохновили композитора на создание цикла песен и романсов. Чтобы не возникло проблем с цензурой, многие тексты довольно злые, он добавил под заголовок «Картинки прошлого». На чтении и пении музыкант и режиссёр Елена Амирбекян построила спектакль, который, надо сказать, тоже мог бы пощекотать нервы цензором. Репортаж Елены Ворошиловой. Эксперимент в школе драматического искусства – дело обычное, но когда материал позволяет ещё и хулиганить, получается не эксперимент, а бомба. Стихи Саши Чёрного вдохновили Шостаковича написать вокальный цикл «Сатиры». Слово поэта, образное, хлёсткое, которое задевало многих в начале 20 века, в 21-м подхлестнуло Елену Амирбекян сделать этот спектакль. Главное моё потрясение было, когда я начала это читать, потому что это просто злободневно очень. Спектакль, собранный из стихов и ремарок Саши Чёрного, прочно сшитый музыкой Шостаковича, развязал руки актёрам. Они осмелели, запели, заговорили с забытым едким слогом. Придя в гости, снять со стены понравившуюся вам картину и надеть её на голову хозяйке. Шесть актёров читают стихи Чёрного, репризы, мысли вслух, поют еврейские песни, сами получают удовольствие от поисков подтекстов и скрытых смыслов. Сегодня многое кажется преувеличенным, но в том, что касается цензуры и политики, Саша Чёрный необычайно точен. Надо твёрдо помнить, встав с постели, что кроты не птицы, а кроты, что на стоптанных заплёванных панелях никогда не вырастут цветы. Есть вещи, которые актуальны до сих пор и связаны с политикой. Там есть фраза, например, что не беспокойся, воля улыбнётся, старый гнёт вернётся. Вот такого плана. То есть это переходит из поколения в поколение, никуда это не денется в нашей стране, не в нашей стране. Чёрный мастерски срывал маски, обличал лицемеров, и ханжеи многие и побаивались стать его мишенью. Ввязавшись в эту историю, каждый участник спектакля искал свои собственные смыслы и аргументы, почему именно это волнует его сегодня. Еврейское стихотворение про евреев. Еврейский вопрос называется. Вот и строчки оттуда, для всех, кто носит имя человека, вопрос решён от века на век. Нет иудея, финны, негра, грека, есть просто человек. Вот это для меня, наверное, самое главное. Камерное пространство для камерного спектакля, когда актёр находится в метре от зрителей, каждое едкое слово уходит в зал, точно попадая в цель. Правда, люди, достойные сатиры, не всегда её слышат и понимают. Я тебя, а ты меня поймёшь. Я тебя, а ты меня, а я тебя, а ты меня. Елена Ворошилова, Сергей Харламов. Новости культуры.